Редактор субтитров А.Семкин Третья книга царств. 1. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонное лето, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю, и ходила за ним и лежала с ним, и будет тепло господину нашему, царю. 2. Искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу-сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. 3. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем». И завел себе колесницы и всадников, и пятьдесят человек-скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, «Для чего ты это делаешь?». 4. Он же был очень красив, и родился ему после Ависсалома. И советовался он с Иовом, сыном Саруином, и с Авиафаром священником, и они помогали Адония. 5. Но священник Садок Иванея, сын Ядаев, и пророк Нафан, и семей, и рисий, и сильные доведовыни были на стороне Адония. 6. И заколол Адония овец и волов, и тельцов у камня Захилет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудейными, служившими у царя. 7. Пророка же Нафана Иванию, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. 8. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря, «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том?» 9. Теперь, вот, я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. 10. Иди и выйди я к царю Давиду, и скажи ему, не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря, сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. 11. Почему же воцарился Адония? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду я вслед за тобою и дополню слова твои. 12. Версавия пошла к царю в спальню, царь был очень стар, и Ависаго Сунамитянка прислуживала царю. 13. И наклонилась Версавия и поклонилась царю, и сказал царь, что тебе? 14. Она сказала ему, господин мой царь, ты клялся рабе твоей господом богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. 15. А теперь, вот, Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. 16. И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара, и военачальника Иаава, Соломона же, раба твоего, не пригласил. 16. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. 17. Иначе, когда господин мой царь почид с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона. 18. Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. 19. И сказали царю, говоря, вот Нафан пророк. 20. И вошел он к царю, и поклонился царю лицем до земли. 21. И сказал Нафан, господин мой царь. 22. Сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? 23. Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и военачальников, и священника Авиафара, и вот, они едят и пьют у него и говорят, да живет царь Адония. 24. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванию, сына Иадаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. 25. Не стало ли это по воле господина моего царя, и для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него? 26. И отвечал царь Давид и сказал, позовите ко мне Версавию. 27. И вошла она и стала пред царем. 28. И клялся царь и сказал, жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды. 29. Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня. 30. И наклонилась Версавия лицем до земли, и поклонилась царю, и сказала, доживет господин мой царь Давид вовеки. 31. И сказал царь Давид, позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана Иванию, сына Ядаева. 32. И вошли они к царю. 33. И сказал им царь, возьмите с собой услуг господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, намула моего, и сведите его к Геону. 34. И да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою, и возгласите, доживет царь Соломон. 35. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем, он будет царствовать вместо меня, ему завещал я быть вождем Израиля, Иуды. 36. И отвечал Ванея, сын Ядаев, царю, и сказал, аминь, да скажет так Господь Бог господина моего царя. 37. Как был Господь Бог с господином моим царем, тогда будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида. 38. И пошли Садок священник и Нафан пророк Иванея, сын Иодая, и Хелифей и Фелифей, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Геону. 39. И взял Садок священник Рок с Елеем из Скинии, и помазал Соломона. 40. И затрубили трубою, и весь народ восклицал, да живет царь Соломон. 41. И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. 42. И услышал Адония, и все приглашенные им, как только перестали есть, Аиаф, услышав звук трубы, сказал, «А чего этот шум волнующегося города?» 43. Еще он говорил, как пришел Иоаннафан, сын священника Авиафара. 44. И сказал Адония, «Войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». 45. И отвечал Иоаннафан, и сказал Адония, «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем». 46. И послал царь с ним в садок священника, и Нафана пророка, и Ванью, сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского. 47. И помазали его садок священник и Нафан пророк в царя в Геоне, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. 48. Вот отчего шум, который вы слышите. 49. И Соломон уже сел на царском престоле. 50. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря, «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». 51. И поклонился царь на ложе своем. 52. И сказал царь так, «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал от семени моего сидящего на престоле моем, и отчи мои видят это». 53. Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своею дорогою. 54. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. 55. И донесли Соломону, говоря, «Вот, Адония боится царя Соломона, и вот, он держится за роги жертвенника, говоря, «Пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». 55. И сказал Соломон, «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю, и если же найдется в нем лукавство, то умрет». 56. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. 57. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон, «Иди в дом свой». 58. Третья книга царств. 59. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен. 60. И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. 61. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. 62. Ещё ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Соруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, Савиниром, сыном Неровым, и Амисаем, сыном Еферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. 63. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. 64. А сынам Верзелия Галадитянина окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Ависсалома, брата твоего. 65. Вот ещё у тебя семей, сын Геры Вениамитянина из Бахурима, он злословил меня тяжким злословием, когда я шёл в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умершвлю тебя мечом». 66. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в преисподнюю. 67. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. 68. Времени царствования Давида над Израилем было сорок лет, в Хевроне царствовал он семь лет, и тридцать три года царствовал в Иерусалиме. 69. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твёрдо. 70. И пришёл Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей. 71. Она сказала, «С миром ли приход твой?» 72. И сказал он, «С миром». 73. И сказал он, «У меня есть слово к тебе». 74. Она сказала, «Говори». 75. И сказал он, «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. 75. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от господа это было ему. 76. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». 76. Она сказала ему, «Говори». 77. И сказал он, «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагусу на митянку в жену». 77. И сказала Версавия, «Хорошо, я поговорю о тебе царю». 78. И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. 79. Царь встал перед нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. 79. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. 80. И сказала, «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». 80. И сказал ей царь, «Проси, мать моя, я не откажу тебе». 80. И сказала она, «Дай Ависагусу на митянку Адонии, брату твоему, в жену». 81. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, «А зачем ты просишь Ависагусу на митянку для Адонии? 81. Проси ему также и царства, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, Иаав, сын Соруин, военачальник, друг». 81. И поклялся царь Соломон господом, говоря, «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. 82. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». 83. И послал царь Соломон Ванию, сына Иадаева, который поразил его, и он умер. 84. А священнику Авиафару царь сказал, «Ступай, Ванафов, на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умершлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». 84. И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он Адоме или Авсиломе. 85. Слух об этом дошел до Иаава, так как Иаав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иаав в скинью Господню и ухватился за роги жертвенника. 86. И донесли царю Соломону, что Иаав убежал в скинью Господню и что он у жертвенника. 87. И послал Соломон Ванью, сына Ядаева, говоря, «Пойди, умертви его и похорони его». 88. И пришел Ваня в скинью Господню и сказал ему, «Так сказал царь, выходи». 89. И сказал тот, «Нет, я хочу умереть здесь». 89. Ваня передал это царю, говоря, «Так сказал Иаав, и так отвечал мне». 89. «Сделай, как он сказал, и умертви его и похорони его, и сними невинную кровь, пролетую Иовом, с меня и с дома отца моего». 89. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом, без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амессе, сына Еферова, военачальника иудейского. 90. Да обратится кровь их на голову Иаава, и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от господа. 91. И пошел Ванея, сын Ядаев, и поразил Иаава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. 92. И поставил царь Соломон Ваню, сына Ядаева, вместо его над войском, а садока священника поставил царь вместо авиафара. 93. И послав царь призвал Семея и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. 94. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на голове твоей. 95. И сказал Семей царю, хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой. 96. И жил Семей в Иерусалиме долгое время. 97. Но через три года случилось, что у Семея двое рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гевскому. 97. И сказали Семею, говоря, вот, рабы твои в Гефе. 98. И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. 98. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа. 99. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф, и возвратился. 99. И послав призвал царь Семея, и сказал ему, не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря, знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. 99. И ты сказал мне, хорошо. 100. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом, склятваю? 100. И сказал царь Семею, ты знаешь и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду, да обратит же Господь злобу твою на голову твою. 100. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. 100. И повелел царь Ванея, сыну Иадаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. 101. Третья книга царств. 102. Когда утвердилось царство в руках Соломона, Соломон проднился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима. 102. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. 103. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах. 104. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 105. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. 10. В Гаваона явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог, проси, что дать тебе. 10. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобой в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. 11. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. 12. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. 13. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? 14. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. 15. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить. 15. Вот, я сделаю по слову твоему, вот, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. 16. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. 17. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. 18. И пробудился Соломон, и вот, это было сновидение. 19. И пошел он в Иерусалим, и стал преджертвенником предковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. 20. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю, и стали пред ним. 21. И сказала одна женщина, а, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. 22. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. 23. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. 24. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. 25. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый, а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. 26. И сказала другая женщина, нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. 27. А та говорила ей, нет, твой сын мертвый, а мой живой. 28. И говорили они так пред царем. 29. И сказал царь, это говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый, а та говорит, нет, твой сын мертвый, а мой сын живой. 29. И сказал царь, подайте мне меч. 30. И принесли меч к царю. И сказал царь, рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему, а, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого, и не умерщвляйте его. А другая говорила, пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал, отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его, а она – его мать. И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Третья книга царств. 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. 5. И вот начальники, которые были у него, Азария, сын Садока священника. 6. Елихорев и Ахия, сыновья Сивы, песцы, Иосафат, сын Ахилуда, дейписатель. 7. Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники. 8. Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, Изавуф, сын Нафана священника, друг царя. 9. Ахисар, начальник над домом царским, и Адониром, сын Авды, над податями. 10. И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю, и дом у его, каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. 11. Вот имена их, Бен-Хур, на горе Ефремовой. 12. Бен-Декер, в Макадсе и в Шалбиме, в Вевсамисе и в Елоне и в Бевханане. 13. Бен-Хесед, в Арюбофе, ему же принадлежал Сако и вся земля Хефер. 14. Бен-Авенадав, над всем Нафавдором, Тафавь, дочь Соломона, была его женою. 15. Вана, сын Ахилуда, в Фанахи и Мегидда и во всем Бевсане, что близ Цартана ниже Изрейля, от Бевсана до Абел-Михола, и даже за Якмем. 16. Бен-Гевер, в Рамофе-Галаадском, у него были селения Яира, сына Манасиина, что в Галаады, у него также область Аргов, что в Васане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. 16. Ахинадав, сын Гидда, в Маханайме. 17. Ахимаас, в земле Нефалимовой, он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона. 17. Вана, сын Хушая, в земле Осеровой и в Баолофе. 18. Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой. 19. Шемей, сын Елы, в земле Вениаминовой. 20. Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Амарейского, и Ига, царя Васанского. 21. Он был приставник в этой земле. 22. Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились. 23. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. 23. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. 24. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки. 25. Десять волов откормленных и 20 волов с пастбища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сэгаков, и откормленных птиц. 26. Ибо он владычествовал над всею землей по эту сторону реки, от Тепсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. 27. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от дна до Версавии, во все дни Соломона. 28. И было у Соломона 40 тысяч стол для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. 29. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащие к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. 30. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. 31. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. 32. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. 33. Он был мудрее всех людей, мудрее и фана израхитянина, и имана, и халкола, и дарды, сыновей Махола, 34. И имя его было в славе у всех окрестных народов. 35. И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять. 36. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливаны, да и сопа, вырастающего из стены, говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. 37. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. 38. Третья книга царств. 39. И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. 40. И послал также и Соломон к Хираму сказать. 41. Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. 41. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противника и нет более препон. 42. И вот, я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, 42. Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. 43. Итак, прикажи нарубить для меня кедров сливана, и вот, рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерево так, как седоняне. 44. Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал, благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом. 45. И послал Хирам к Соломону сказать, я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желания твои о деревах кедровых и деревах кипарисовых. 46. Рабы мои свезут их сливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь, но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома. 47. И давал Хирам Соломону дерево кедровые и дерево кипарисовые, вполне по его желанию. 48. А Соломон давал Хираму двадцать тысяч коров, пшеницы для продовольствия дома его и двадцать коров, оливкового выбитого масла, столько давал Соломон Хираму каждый год. 49. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. 50. И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. 51. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в тридцати тысячах человек. 52. И посылал их на Ливан, по десяти тысяч на месяц, попеременно, месяц они были на Ливаны, а два месяца в доме своем. 53. А Данирам же начальствовал над ними. 54. Еще у Соломона было семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч каменосеков в горах. 54. Кроме трех тысяч трехсот начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. 55. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома, камни обделанные. 55. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовой гевлетяне, и приготовляли дерево и камни для строения дома три года. 55. Третья книга царств. 56. В 480 году, по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, 56. В месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. 57. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тридцать локтей. 58. И притвор пред храмом в двадцать локтей длины, соответственно ширине храма, и в десять локтей ширины пред храмом. 59. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами. 59. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и довира, и сделал боковые комнаты кругом. 60. Нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. 61. Когда строился храм, на строение употребляемой были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. 62. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий. 63. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты, вышиною в пять локтей. 64. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово господа к Соломону, и сказано ему. 65. Вот, ты строишь храм, если ты будешь ходить по уставам моим, и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему. 66. И буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля. 67. И построил Соломон храм, и кончил его. 68. И обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками. 69. И устроил в задней стороне храма, в двадцати локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 69. Сорока локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов, все было покрыто кедром, камня не видно было. 69. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. 70. И давир был длиною в двадцать локтей, шириною в двадцать локтей, и вышиною в двадцать локтей, он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. 71. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом. 72. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом. и сделал в доверии двух херувимов из масличного дерева, вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей, 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим, одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. и поставил он Херувимов среди внутренней части храма. Крылья же Херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого Херувима касалось другой стены, другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он Херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения Херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа вдовир сделал двери из маслячного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из маслячного дерева он сделал резных Херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом, покрыл золотом и Херувимов и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из маслячного дерева четырехугольные. И две двери из кипарисового дерева, обе половинки одной двери были подвижны, и обе половинки другой двери были подвижны. И вырезал на них Херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В четвертый год, в месяц Зив, в месяц второй, положил он основание храму господа. А на одиннадцатом году, в месяце Буле, это месяц восьмой, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его семь лет. Третья книга царств. 7. А свой дом Соломон строил тринадцать лет, и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского, длиною во сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей, на четырех рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах. И на стлан был помост из кедра над бревнами на сорока пяти столбах, по пятнадцати в ряд. А конных косяков было три ряда, и три ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно против окна, в три ряда. И притвор из столбов сделал он длиною в пятьдесят локтей, шириною в тридцать локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора, был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов, и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять локтей и камни в восемь локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тесанных камней и одним рядом кедровых бревен, также и внутренний двор храма господа и притвор храма. И послал царь Соломон, и взял из тира храма сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, Тирянин, был медник, он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он два медных столба, каждый в восемнадцать локтей вышиною, и Снурок в двенадцать локтей обнимал окружность того и другого столба. И два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, пять локтей вышины в одном венце и пять локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и Снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, семь на одном венце и семь на другом венце. Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов, тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в четыре локтя. И венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце, рядами кругом, двести гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Яхин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Вас. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии, так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его десять локтей, совсем круглое, вышиною в пять локтей, и Снурок в десять локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть, окружали море со всех сторон в два ряда, подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на двенадцать валах, три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу, и три глядели к востоку, море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две тысячи батов. И сделал он десять медных подстав, длина каждой подставы четыре локтя, ширина четыре локтя и три локтя, вышина. И вот устройство подстав, у них стенки, стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы, также и на наугольниках, а выше и ниже львов и волов, развесистые венки. У каждой подставы по четыре медных колеса, и оси медные. На четырех углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашью, подли каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в один локоть, отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в полтора локтя, и при отверстии его изваяния, но боковые стенки четырехугольные, не круглые. Под стенками было четыре колеса, и оси колес в подставах, вышина каждого колеса, полтора локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице, оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их, все было литое. Четыре выступа на четырех углах каждой подставы, из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение на пол локтя вышины, и наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы. Извоял он на дощечках ее рукоятки, и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он десять подстав, у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал десять медных умывальниц, каждая умывальница вмещала сорок батов, каждая умывальница была в четыре локтя, каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав. И расставил подставы, пять на правой стороне храма и пять на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне. И сделал хирам умывальницы и лопатки, и чаши. И кончил хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня. Два столба и две опояски венцов, которые наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые наверху столбов. И 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И 10 подстав, и десять умывальниц на подставах. Одно море и двенадцать волов под морем. И тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал хирам царю Соломону для храма господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле, в окрестности Иордана, между Сокхофом и Цартаном. И поставил Соломон все сие вещи на место. По причине чрезвычайного их множества, вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения. И светильники, пять по правую сторону и пять по левую сторону, пред задним отделением храма, из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота. И блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма господа. И принес Соломон, посвященный Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи отдал в сокровищнице храма господня. Третья книга царств. 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег. И понесли ковчег Господень и скинью собрание, и все священные вещи, которые были в скине, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общества Израилева, собравшиеся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его, в Давир храма, во святой святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред Давиром, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми, поисшествия их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господне наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. И обратился царь лицем своим, и благословил все собрания израильтян, все собрания израильтян стояло. И сказал, благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Он говорил, С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, но избрал Иерусалим для пребывания в нем имени моего и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему, хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресла твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени господа Бога Израилева. И приготовил там место для ковчега, в котором завет господа, заключенные им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской. И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу. И сказал, Господи Божий Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу, ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукою твоею. И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав, не прекратится у тебя пред лицем моим сидящие на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как ты ходил предо мною. И ныне, Божий Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил имени твоему. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Божий мой, услышь во звании и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там, услышь молитву, которой будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем, услышь на месте обитания твоего, на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут преджертвенник твой в храм сей. Тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедают имя твое, и будут просить и умолять тебя всем храме. Тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте сем, исповедают имя твое и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их. Тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь. При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму Сему. Ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, саделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего. Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему. Тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогниваешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим, и всею душею своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему. Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут уши твои и очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моления и прошения к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя благословил все собрания израильтян, громким голосом говоря. Благословен Господь Бог, который дал покой народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас. Наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился ныне пред Господом, близкий к Господу Богу нашему день и ночь, дабы он делал, что потребно для раба своего, и что потребно для народа своего Израиля, изо дня в день. Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам его и соблюдать заповеди его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, двадцать две тысячи крупного скота и сто двадцать тысяч мелкого скота. Так осветили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день осветил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Ямав до реки Египетской пред Господом Богом нашим, и ели, и пили, и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма, семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней. В восьмой день Соломон отпустил народ. И благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю. Третья книга царств. Девять. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать. Явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь, я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня, сделал все по молитве Твоей. Я осветил сей храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек, и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни. И если Ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил отец Твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что Я заповедал Тебе, и если будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то Я поставлю царский престол Твой над Израилем вовек, как Я сказал отцу Твоему Давиду, говоря, не прекратится у Тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же Вы и сыновья Ваши отступите от Меня и не будете соблюдать заповедей Моих и уставов Моих, которые Я дал Вам, и пойдите и станете служить иным богам и поклоняться им, то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я осветил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчою и посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом. И скажут, за то, что они оставили господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им и служили им, за это навел на них Господь все сие бедствия. По окончании двадцати лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господень и дом царский. На что храм, царь Тирский, доставлял Соломону дерево кедровые и дерево кипарисовые и золото, по его желанию, царь Соломон дал храму двадцать городов в земле Галилейской. И вышел храм из Тира посмотреть города, который дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он, что это за города, которые ты, брат мой, дал мне. И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал храм царю сто двадцать талантов золота. Вот распоряжение о подате, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милла, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегидда, и Газер. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газер, и сжег его огнем, и хананеев, живших в городе, побил, и отдал его в преданной дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер, и Нижний Бефарон, и Валаф, и Фадмор в пустыне. И все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме, и на Ливаны, и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от Амареев, Хиттеев, Ферезеев, Хананеев, Евеев, Ивусеев и Гергесеев, которые были не из сынов Израилевых. Детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные приставники над работами Соломоновыми, управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь Фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон, потом построил он Милла. И приносил Соломон три раза в год всесожжение и мирные жертвы на жертвенники, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом. И окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Яцеонгавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле Идумейской. И послал хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Афир, и взяли оттуда золото 420 талантов, и привезли царю Соломону. Третья книга царств. Десять. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством, верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил. И пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться. И сказала царю, верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот, мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои и блаженности и слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь, по вечной любви своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду. И подарила она царю сто двадцать талантов золота, и великое множество благовоний, и драгоценные камни, никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов, никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, а она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских и от областных начальников. И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота, по шестисот сиклей пошло на каждый щит. И триста меньших щитов из кованого золота, по три мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было шесть ступеней, верх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и два льва стояли у локотников. И еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота, из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсистский корабль с кораблем Хирамовым, в три года раз приходил фарсистский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему, каждый от себя, в дар, сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов, каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников, у него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников, и разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми морями от реки до земли филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по их множеству, сделал равноценными с сикаморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта, и из Кувы, царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям арамейским. Третья книга царств. Одиннадцать. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аманитянок, идумиянок, седонянок, хитиянок. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам, к ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству седонскому, и Милхому, мерзости аманитской. И делал Соломон неугодное пред очами господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости мавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Малоху, мерзости аманитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. И заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство, и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. И воздвиг Господь противника на Соломона, Адара Идумьянина, из царского Идумейского рода. Когда Давид был в Идумии, и военачальник Иав пришел для погребения убитых и избил весь мужеский пол в Идумии. Ибо шесть месяцев прожил там Иав, и все израильтяне, доколе не истребили всего мужеского пола в Идумии. Тогда сей Адар убежал в Египет, и с ним несколько Идумиян, служивших при отце его, Адар был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран, и взяли с собой людей из Фарана, и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Адар вошел к фараону, и он дал ему дом, и назначил ему содержание, и дал ему землю. Адар снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адар услышал, что Давид почил с отцами своими, и что военачальник Иав умер, то сказал фараону, отпусти меня, я пойду в свою землю. И сказал ему фараон, «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал, «Нет, но отпусти меня». И возвратился Адар в землю свою. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Розона, сына Илиады, который убежал от государя своего Адра-Азара, царя Сувского. И собрав около себя людей, сделался начальником шайки, после того, как Давид разбил Адра-Азара, и пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адаром, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Яровом, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы, Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя, Соломон строил Милла, починивал повреждения в городе Давида, отца своего. И Яровом был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Яровому выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия Селомлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей. И сказал Иервааму, возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот, я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен. А одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, которые я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамасу, Богу Моавицкому, и Милхому, Богу Амманицкому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него десять колен. А сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицем моим, в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни. Соломон же хотел умертвить Иерваама, но Иеравом встал и убежал в Египет к Сусакему, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было сорок лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Роам. Третья книга царств. 12. И пошел Роам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том и Роам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеравоам из Египта. И послали за ним и призвали его. Тогда Иеравоам и все собрания израильтян пришли и говорили царю Роаму и сказали, «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им, «Пойдите и через три дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Роам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать сему народу?» Они говорили ему и сказали, «Если ты на сей день будешь слугой народу Сему и услужишь ему, и удовлетворишь им и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. И сказал им, что вы посоветуете мне отвечать народу Сему, который говорил мне и сказал, «Облегчи иго, которое наложил на нас отец твой». И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, «Так скажи народу Сему, который говорил тебе и сказал, «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас, так скажи им, мой мизинец толще чресл отца моего». Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваши, отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И Равоам и весь народ пришли к Равоаму на третий день, как приказал царь, сказав, «Придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваши, отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию силамлянина Ервааму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал, «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Исеевом, по шатрам своим, Израиль. Теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами израилевыми, жившими в городах Иудяных, царствовал Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его каменями, и он умер, царь же Роваам поспешно взошел на колесницу, чтоб убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеравоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Роваам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Ровааму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано. Скажи Ровааму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу. Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господня, и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иеровом Сихем на горе Ефремовой, и поселился в нем, оттуда пошел и построил Пенуэл. И говорил Иеровом в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, Кравааму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Кравааму, царю Иудейскому. И посоветовавшись царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господень. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов ливийных. И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил. И принес жертвы на жертвенники, который он сделал в Вифиле, в пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Третья книга царств. Тринадцать. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господня в Вифиль, в то время, как и ровом стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал, жертвенник, жертвенник. Так говорит Господь, вот, родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер и ровом руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел с жертвенника рассыпался, по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь и ровом человеку Божию, умилостиви лице господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лице господа, и рука царя поворотилась к нему и стала, как прежде. И сказал царь человеку Божию, зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты шел. И пошел он другою дорогою, и не пошел обратно той дорогою, которую пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слава, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какую дорогою он пошел. И показали сыновья его, какую дорогою пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла. И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи. И сказал тот, я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе, не буду есть хлеба, и не буду пить у тебя воды всем вместе. Ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба, и не пей там воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел. И сказал он ему, и я пророк такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним, и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба, и напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился с ним, и поел хлеба в его доме, и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам господа, и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой. Но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот. И встретил его на дороге лев, и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот, проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал, это тот человек Божий, который не повиновался устам господа, Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его, по слову господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим, оседлайте мне осла. И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге, осел же и лев стояли подле тела, лев не съел тела и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по ним, увы, брат мой. После погребения его он сказал сыновьям своим, когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах, в городах самарийских. И после сего события Яровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Яровоамов ко греху и к погибели и к истреблению его с лица земли. Третья книга царств. 14. В то время заболел Авиа, сын Яровоамов. И сказал Яровоам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Яровоамова, и пойди в селом. Там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем сего народа. И возьми с собою для человека Божие десять хлебов, или пешек, и кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком. Жена Яровоама так и сделала, встала, пошла в селом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии, вот, идет жена Яровоамова спросить тебя, сыне своем, ибо он болен, так и так говори ей, а она придет приодетая. Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал, «Войди я, жена Яровоамова, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Яровоаму, так говорит Господь Бог Израилев, я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля. Я торг царство от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня, меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Яровоамов и истреблю у Яровоама домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Яровоамов, как выметают ссор, дочисто. Кто умрет у Яровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные, так Господь сказал. Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. И оплачут его все израильтяне и похоронят его, ибо он один у Яровоама войдет в гробницу, так как в нем, из дома Яровоамова, нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Яровоамов в тот день, и что? Даже теперь. И поразит Господь Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая господа. И предаст Господь Израиля за грехи Яровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Яровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне, по слову господа, которые он изрек через раба своего Ахию Пророка. Прочие дела Яровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Яровоамова было двадцать два года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Роваам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. Сорок один год было Ровааму, когда он воцарился, и семнадцать лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. Имя матери его Наама Амонитянка. И делал Иуда неугодное пред очами господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На пятом году царствования Роваамова Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима. И взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, и золотые щиты, которые взял Давид от рабов, от Розара, царя Сувского, и внес в Иерусалим. Все взял, взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Ровам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочие о Роваме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Ровамом и Иерваамом была война во все дни жизни их. И почил Ровам с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама Аманитянка. И воцарился Авиа, сын его, вместо него. Третья книга царств. Пятнадцать. В восемнадцатый год царствования Иерваама, сына Наватого, Авиа воцарился над иудеями. Три года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Ависсалама. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами господа, и не отступал от всего того, что он заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией и Хитьянином. И война была между Раваамом и Иерваамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авиею и Иерваамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В двадцатый год царствования Иерваама, царя Израильского, воцарился Аса над иудеями. И сорок один год царствовал в Иерусалиме, имя матери его она, дочь Ависсалама. Аса делал угодное пред очами господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока кедрона. Высоты же не были уничтожены. Но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против иудеи и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, остававшиеся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Винодаду, сыну Тавримона, сына Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал. Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим, вот, я посылаю тебе в дар серебро и золото, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня. И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников своих против городов, израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авелбев Мааху, и весь Кенеров, по всей земле Нефалима. Услышав Асем, Вааса перестал строить раму, и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения. И выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Ереваамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя иудейского, и царствовал над Израилем два года. И делал он неугодное пред очами господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него загор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в третий год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Ереваамов, не оставил ни души у Ереваама, доколе не истребил его, по слову господа, которое он изрек через раба своего Ахиюсиламлянина, за грехи Ереваама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбления, которым он прогневал господа бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. В третий год Асы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал двадцать четыре года. И делал неугодное бред очами господними и ходил путем Ереваама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Третья книга царств. И было слово Господни Киую, сыну Ананиеву, о Ваасе. За то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Ереваама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот, я отвергну дом Вааса и дом потомства его и сделаю с домом твоим то же, что с домом Ереваама, сына Наватого. Кто умрет у Вааса в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце. И воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананиева, уже было сказано слово Господне о Ваасе и о доме его и о всем зле, какое он делал пред очами господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Ереваамову, за что он истреблен был. В двадцать шестой год Асы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце, и царствовал два года. И составил против него заговор раб его замврий, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом в Фирце, тогда вошел замврий, поразил его и умертвил его, в двадцать седьмой год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене, ни родственников его, ни друзей его. И истребил замврий весь дом Ваасы, по слову господа, которое он изрек, а Вааси чрез Иуя пророка. За все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В двадцать седьмой год Асы, царя Иудейского, воцарился замврий и царствовал семь дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон Филистимский. Когда народ осаждавший услышал, что замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника, над Израилем в тот же день, в Стане. И отступили Амврий, и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб. За свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами господними, ходя путем Ерваама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела за Амврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое, половина народа стояла за Фамния, сына Ганавова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганавова, и умер Фамней, и воцарился Амврий. В 31-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амври гору Семирон у Семира за два таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенный им город Самарию, по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Ерваама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими и погребен в Самарии. И воцарился Ахов, сын его, вместо него. Ахов, сын Амвриев, воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахов, сын Амврия, над Израилем в Самарии двадцать два года. И делал Ахов, сын Амврия, неугодное пред очами господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иерваама, сына Наватого, он взял себе в жену Изавель, дочь Ефаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахов Дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахов делал то, что раздражает господа бога Израилева. В его дни Ахил-Вифелянин построил Иерихон. На первенце своем Авераме он положил основание его и на младшем своем сыне Сигубе поставил ворота его, по слову господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Третья книга царств. Семнадцать. И сказал Ильяфис Витенин из жителей Галаадских, Ахаву, жив господь бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне. Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот, там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине, и вот, я наберу полено два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывала, по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей, дай мне сына твоего. И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И воззвал к Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал, Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии, теперь то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина. Третья книга царств 18. По прошествии многих дней было слово Господне или в третий год, пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота. И разделили они между собою землю, чтобы обойти ее, Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другую дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот, навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лице свое и сказал, ты ли это господин мой Илья? Тот сказал ему, я, пойди, скажи господину твоему Илья здесь. Он сказал, чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтоб умертвить меня. Жив Господь Бог твой. Нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя, и когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда, и если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков господних, как я скрывал сто человек пророков господних, по пятидесяти человек, в пещерах, и питал их хлебом и водою. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь, он убьет меня. И сказал Илья, жив в господь Саваоф, пред которым я стою. Сегодня я покажусь ему. И пошел Авдей навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Или. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господней и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавеля. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте ему, а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу, я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек, и 400 пророков Дубравных. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ, и сказал, хорошо, пусть будет так. И сказал Илья пророкам Вааловым, выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни я совершил мое жертвоприношение. Они отошли и умолкли. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью в две саты зерен. И положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, наполните четыре ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву, и на дрова. И сделали так. Потом сказал, повторите. И они повторили. И сказал, сделайте то же в третий раз. И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк, и возвал на небо, и сказал, Господи, Боже Авраамов, Исааков, Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне. Да познают в сей день люди сии, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илья, схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илья к потоку кессону, и заколол их там. И сказал Илья Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лице свое между коленами своими. И сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал, вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, рай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Илье рука Господня. Он опоясал чресла свои, и бежал пред Ахавом до самого Изриэля. Третья книга царств. 19. И пересказал Ахав Изавеле все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Ильи сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душею того, что сделано с душею каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот, ангел коснулся его, и сказал ему, встань, ешь и пей. И взглянул Илья, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицем Господнем, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяния тихого ветра, и там Господь. Услышав сие, Илья закрыл лице свое мелотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помашь Азаилов царя над Сирией. Аиуя, сына на Мессиина, помашь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, и завил Михолы, помашь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих коленей не преклонялись пред Ваалом, и всех сих устанило бы Залиево. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, двенадцать пар волов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него мелочь свою. И оставил Елисей волов, и побежал за Ильею, и сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару волов, и заколол их, и зажег шиплук волов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Третья книга царств. Двадцать. Винодад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были тридцать два царя, и коней, колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город. И сказал ему, так говорит Винодад, серебро твое и золото твое, мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои, мои. И отвечал царь израильский, и сказал, да будет по слову твоему, господин мой царь, и я и все мое твое. И опять пришли послы, и сказали, так говорит Винодад, я послал к тебе сказать, серебро твое, и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра, к этому времени, пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом, и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки, и унесли. И созвал царь израильский всех старейшин земли, и сказал, замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал. И сказали ему все старейшины и весь народ, не слушай и не соглашайся. И сказал он послам Винодада, скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать. И пошли послы, и отнесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною. И отвечал царь израильский и сказал, скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим, осаждайте город. И они осадили город. И вот, один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал, так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот, я сегодня придам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. И сказал Ахав, через кого? Он сказал, так говорит Господь, через слуг областных начальников. И сказал Ахав, кто начнет сражение? Он сказал, ты. Ахав щел слуг областных начальников, и нашлось их 232, после них щел весь народ, всех сынов израилевых, 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал, если за миром вышли они, то схватите их живыми, и если на войну вышли, так же схватите их живыми. Вышли из города слуги областных начальников, и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сириане, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся наконец всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у сириан. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему, пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя. Слуги царя сирийского сказали ему, бог их есть бог гор, а не бог долин, поэтому они одолели нас, и если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. И так вот что сделай, удали царей, каждого с места его, и вместо них поставь области начальников. И набери себе войска столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их. И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириан и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли и расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сириане наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому, так говорит Господь, за то, что сириане говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчища придам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь. И стояли станом одни против других семь дней. В седьмой день началась битва, и сыны Израилевы поразили сто тысяч пеших сириан в один день. Остальные убежали в город Афек, там упала стена на остальных двадцать семь тысяч человек. Авинодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его, мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые, позволь нам возложить вретища на чресла свои, и веревки на головы свои, и пойти к царю Израильскому, может быть, он пощадит жизнь твою. И опоясали они вретищами чресла свои, и возложили веревки на головы свои, и пришли к царю Израильскому и сказали, раб твой Венодад говорит, пощади жизнь мою. Тот сказал, разве он жив? Он брат мой. Люди сии приняли это за хороший знак, и поспешно подхватили слово из уст его и сказали, брат твой Венодад. Идите, приведите его. И вышел к нему Венодад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Венодад, города, который взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии. Ахов сказал, после договора я отпущу тебя. И заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому, по слову господа, бей меня. Но этот человек не согласился бить его. И сказал ему, за то, что ты не слушаешь глаза Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня. Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека, и сказал, бей меня. Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, раб твой ходил на сражение, и вот, один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека, и сказал, стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский, таков тебе и приговор, ты сам решил. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Третья книга царств. 21. И было после сих происшествий, у Навуфея изриэлитянина в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих. И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое отцов моих. И в смущенном духе лег на постель свою, и отворотил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Изавель, и сказала ему, а чего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь. Он сказал ей, когда я стал говорить Навуфею изриэлитянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него, тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих. И сказала ему Изавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал. Встань, ешь хлеб, и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея изриэлитянина. И написала она от в его городе, живущем с Навуфеем. В письмах она писала так, объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. И против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, ты хулил бога и царя, и потом выведите его, и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так, как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили, Навуфей хулил бога и царя. И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавеле сказать, Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Изавель сказала Ахаву, встань, возьми во владение виноградник Навуфея изриэлитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер. Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея изриэлитянина и взять его во владение. И было слово господник Ильи фисвитянину. Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии, вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, так говорит Господь, ты убил, и еще вступаешь в наследство, и скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Ильи, нашел ты меня, враг мой. Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами господа и раздражать его. Так говорит Господь, вот, я наведу на тебя беды, и вымету за тобою и истреблю уахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Ерваама, сына Наватого, и с домом Боасы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Так же и о Изавеле сказал Господь, псы съедят Изавель за стеной Израиля. Кто птицы небесные? Не было еще такого, как Ахов, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами господа, к чему подущала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали омары, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахов умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои, и возложил на тело во вретище и ходил печально. И было слово Господне к Илеефисвитянину об Ахове, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мной Ахов? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Третья книга царств. 22. Прожили три года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафат, царь Иудейский, пошел к царю Израильскому. И сказал царь Израильский слугам своим, «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим, и не берем его из руки царя Сирийского». И сказал он Иосафату, «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамов Галаадского?» И сказал Иосафат царю Израильскому, «Как ты, так и сказал Иосафат царю Израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь Израильский пророков, около четырехсот человек, и сказал им, «Идти ли мне война Юна Рамов Галаадский, или нет?» Они сказали, «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него господа?» И сказал царь Израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое, это Михей, сын Емвлая». И сказал Иосафат, «Не говори, царь, так». И позвал царь Израильский одного ивнуха, и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Емвлая». Царь Израильский Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал, «Так говорит Господь, сими избодишь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на рамов-галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот, речи пророков единогласно предвещают царю доброе, пусть бы и твое слово было согласно с словом каждого из них, из реки, и ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь!» «Я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю». Царь сказал ему, «Михей, идти ли нам войною на рамов-галаадский или нет?» И сказал тот ему, «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему, «Царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя господа». И сказал он, «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей, «Выслушай слово Господне, я видел господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в рам офиг ала адском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицем господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, чем? Он сказал, «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков делай так». И вот теперь попустил Господь дух лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сиди Ки сын Хинааны и ударив Михея по щеке, сказал, «Как, неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, вот, ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтоб укрыться. И сказал царь израильский, возьмите Михея и отведите его к Амону градоначальнику и к Иосу, сыну царя. И скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей, если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал слушай весь народ. И пошел царь израильский Иосафат, царь иудейский к Рамову Галацкому. И сказал царь израильский Иосафату, я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень мои царские одежды. И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было тридцать два, сказав не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали, верно это царь израильский и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. Один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы он своему вознице, повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца, каждый иди в свой город, каждый в свою землю. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы, по слову господа, которые он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеем в четвертый год Ахава, царя израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курения на высотах. Иосафат заключил мир с царем Израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались во дни отца его Асы, он истребил с земли. В Идумии тогда не было царя, был наместник царский. Царь Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Афир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Яценгавере. Тогда сказал Ахозия, сын Ахава, Иосафату, пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в семнадцатый год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем в Самарии два года. И делал неугодное пред очами господа, и ходил путем отца своего и путем матери своей и путем Ерваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему и прогневал господа Бога Израилева всем тем, что делал отец 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 Продолжение следует...